Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Союз Москва». В декабре православная служба «Милосердие» запускает новый проект для бездомных «Ангар спасения», в котором мы сейчас и находимся. Об этом рассказал на брифинге журналистам епископа Рихова Зуевский Мпантелимон. И прямо сейчас я предлагаю послушать, что же скажет владыкам. Несмотря на то, что мы живем с вами уже в 21 веке, скоро будем праздновать 2015 год от Рождества Христова. Несмотря на развитие высоких технологий, на развитие медицины, науки, несмотря на то, что общество называют гражданским и говорят высокие слова очень о том, что надо всем помогать. Есть люди, которые продолжают заверзать на улице, страдать от голода, люди, которые оказываются выброшены из жизни обычной. Есть дети, дети-инвалиды, которые нуждаются в реабилитации и не имеют той полноты жизни, которая есть у нас. И есть люди пожилые, которые прожили страшный 20 век и находятся в различных учреждениях, где они всегда оказывают им внимание и любовь. И они, конечно, нуждаются в любви и заботе. Слава Богу, что сейчас наметилась тенденция к улучшению этой ситуации. И государство обращает внимание на работу общественных, религиозных организаций. Будет приниматься закон о госзаказе, когда финансирование, которое обычно выделялось только государственным учреждениям, будет распределяться между теми организациями, религиозными, общественными, которые занимаются социальной работой. И надо сказать, что на всех уровнях, от высшего уровня до нижнего, до муниципалитетов, мы встречаем понимание. Сейчас мы работаем очень конструктивно и работаем совместно. И вот мы решили перед началом работы нашего ангара спасения рассказать вам немного о том, какие изменения у нас будут сейчас зимой, что меняется в этой работе. Ну, как я уже сказал, конечно же, наблюдается улучшение, очень хорошее отношение у нас и между различными общественными организациями, религиозными и с государственными чиновниками на всех уровнях, как я уже сказал. И эта работа, мне кажется, поможет нам лучше помочь тем, кто не может обойтись без нашей помощи. Я очень благодарен, что вы будете об этом писать, будете об этом рассказывать, будете напоминать нашим всем согражданам, что если ты обут, одет, если ты сыт, и есть где у тебя встретить Новый год, нужно все-таки подумать о тех, кто не имеет таких возможностей, которые есть у нас с вами. Ну, во-первых, это вот этот ангар спасения, где мы с вами собрались. В этом году он будет работать не так, как в прошлом году, именно потому что государство стало больше уделять внимание бездомным, есть койки около 500 мест, где эти люди могут переночевать, поэтому в этом году этот ангар будет работать не как ночлежка, не как место, где можно будет побыть ночью, а будет работать как центр оказания социальной помощи людям, которые в ней нуждаются. Здесь будут оформлять документы, помогать в оформлении документов, покупать билеты домой, будут думать над тем, как-то бы устроить этих людей. И днем здесь могут они находиться для того, чтобы получить и духовную, и иную помощь. Конечно же, если кто-то окажется на улице, кто-то не сможет найти себе место в государственном учреждении, он может остаться и здесь, может быть. Но мы надеемся, что каждый вечер сюда будут подъезжать автобусы и будут отвозить этих людей туда, где им будет удобнее находиться, чем в этой палатке. Здесь они спали на полу, там есть кровати, и это наше взаимодействие, конечно, позволит нам больше помочь этим несчастным людям. Кроме этого, хотелось бы вам рассказать, дорогие друзья, об одном замечательном начинании, которое, мы надеемся, у нас откроется в феврале. Это будет первый негосударственный дом для детей и инвалидов. Первый в России. Уже давно святейший патриарх благословил нас на создание такого дома для детей и инвалидов, но оказалось это дело не таким простым. А вот сейчас у нас есть помещение замечательное, оборудованное, в котором раньше находился детский дом для мальчиков. Но поскольку сейчас мальчиков усыновляют, детей усыновляют, этот дом у нас, он наполовину пустой. И мы решили мальчиков переселить на квартиру, а этот дом отдать для детей и инвалидов. У нас есть замечательные сотрудники, которые уже не один год работают в государственном детском доме для детей и инвалидов, у которых есть опыт такой работы. Они изучали различные технологии работы с этими детьми, сотрудничают с различными общественными организациями, с профессионалами. В этом детском доме будет находиться немного детей, 25 человек. Но мы надеемся, что это будет пример иного отношения к судьбе этих детей. Сейчас ситуация меняется, но до сих пор есть люди, которые считают таких детей овощами, лежачих детей. Возьмут самых тяжелых детей из отделения так называемого милосердия. Но эти дети, они люди, у них есть душа живая. Они чувствуют, они умеют любить, они реагируют на любовь, на ласку. Они хотят узнать этот мир, в котором мы с вами живем. Они, может быть, не могут научиться этому так, как это учили нас с вами в школе. Но все-таки это люди, которые могут развиваться и помочь им обрести полноту бытия. Призван этот наш детский дом для детей и инвалидов. Еще один проект, о котором хотелось бы рассказать, это открытие богадельни. Уже давно у нас велась работа по открытию такой стационарной богадельни. Много лет наши бабушки и два дедушки, их всего 12 человек, пребывали в двух четырехкомнатных квартирах в одной пятиэтажке рядом с Даниловым монастырем. Ну, конечно же, с Даниловым монастырем. Ну, конечно же, жизнь в квартире без лифта, конечно, жизнь была для них не очень удобна. Их там нельзя было вывезти погулять, было очень сложно по узкой лестнице выносить их на улицу. В новой богадельне, в новом здании есть лифт, есть возможность погулять. Эта богадельня расположена в Черкизово, рядом с Пудом, рядом с храмом святого пророка Божия Ильи. И им там уже очень нравится, они могут выезжать в гостиную, пить чай там. Там есть домовый храм, там была служба, на которой все они причащались. Хотя они все лежачие, замечательные фотографии, как вот я сижу, как архиерия, они тоже все сидят рядом со мной. Так что, конечно, это будет для них замечательное место. Это прихожане храма пророка Ильи в Черкизов будут к ним приходить, поздравлять с праздниками. Я думаю, что там их жизнь будет гораздо более замечательной, гораздо более приятной для них, чем жизнь в этих двух, четырехкомнатных квартирах. Мы вас обязательно пригласим на открытие торжественного этого дома, этого дома для наших бабушек. Этот дом, он создан усилиями, как и дом для детей-инвалидов, усилиями и правительства Москвы, Владимира Шаковича, и церкви, по благословению патриарха. Так что, это тоже пример такого замечательного взаимодействия. Ведерались средства на ремонт этих двух домов. Мы надеемся, что получим средства на содержание в этих домах наших детей и наших бабушек. Об этом ведется сейчас такой переговор. Так что, я надеюсь, что все-таки это будет такой пример, когда мы все вместе объединяемся для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи. Наверное, это не так много, 25 детей, 18 бабушек, но все-таки это некоторый такой прорыв. И я думаю, что за этими домами будут создаваться и другие, и что отношение и к детям-инвалидам, и к нашим заслуженным людям, ветеранам, людям, может быть, не имеющим никаких званий, но все-таки прожившим страшные годы, лихолетия, гонений, войны, конечно, это отношение будет меняться. И очень благодарен, что вы об этом напишете. Ну и еще одна есть у нас, конечно, проблема. Вы знаете, дорогие друзья, что у нас сейчас такой кризис какой-то, да? У нас, к сожалению, наши некоторые благотворители крупные, которые нам помогают, они, наверное, не смогут нас финансировать в том объеме, в котором это было в этом году. Вы скажете, ну как же так, кризис, а вы открываете новый проект. Ну а что делать? Уже давно мы ввели эту работу, и откладывать ее из-за кризиса мы не сочли возможным. И поэтому надеемся на вашу помощь. Хотя, конечно, я надеюсь, мы получим какое-то финансирование от государства, но боюсь, что его будет недостаточно. Недостаточно, ну потому что пока еще не выработан механизм финансирования подобных учреждений. И недостаточно, потому что мы, конечно, хотели бы сделать жизнь в этих домах для престарелых и для детей-инвалидов удобной, комфортной для тех, кто будет там находиться. И поэтому мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы написали о наших нуждах, о нашем тоже кризисе этих наших учреждений. У нас не хватает, наверное, на следующий год наш бюджет, он достаточно большой. Все проекты службы милосердия вместе, это очень много денег. Я даже боюсь называть, Вася, Саша, не надо. Но нам, а сколько денег нам не хватает? А? Как Василий подсказал, я знаю, около 50 миллионов нам не хватает на наши проекты в следующем году. И поэтому, конечно же, будем очень рады, если вы об этом расскажете, если найдутся люди, которые нам помогут. Слава Богу, каждый раз, когда мы к вам обращались за помощью, и вы писали об этом, находились жертвователи, и крупные жертвователи, и больше людей приходило в нашу службу милосердия, больше появлялось и друзей милосердия, у нас такое общество, которое собирает несколько миллионов в месяц на наши проекты. Так что я надеюсь, что с вашей помощью мы, несмотря на кризис, все-таки будем делать добро и дальше. Кризис не основания перестать делать добро, перестать помогать нуждающимся, нужно, может, сокращать какие-то другие расходы, а не те расходы, которые идут на нужды самых незащищенных наших людей. Бездомных, детей-инвалидов, старушек, тех людей, которые, конечно, заслуживают внимания, любви и заботы. У вас есть какие-то вопросы? Все-таки можно подвинуться к цифрам. Вы сказали, что в прошлом году этот был проект исключительно, я так понимаю, на пожертвования сделанное. Какой? Палатка. Вот этот палатный для обезьянтов. В этом году было финансировано со стороны государства. Нет, в этом году я про палатку не говорил, я говорил про детский дом для детей-инвалидов, и говорил про богатей. Здесь этот проект, который здесь, он осуществляет только на сборку, только на пожертвования. Эта палатка только на пожертвования существует. А в какую сумму обходится содержание таких палаток в течение измены? Я думал, что меня посадят за стол, я открою свои документы. Вот у меня... 5 миллионов. 5 миллионов? 5 миллионов – это что? 5 миллионов в год на палатку. Можно полную фразу, пожалуйста? На эту палатку мы тратим около 5 миллионов в год. Сезонка. А она здесь круглый год находится? Она находится круглый год, но летом мы перестали здесь помогать людям, потому что у нас не было средств. Но летом это было не так актуально, потому что летом люди все-таки на улицах не умирают и могут какое-то время побыть на улицах. А зимой, конечно, для них актуальной становится проблема, куда-то устроиться на ночь, найти работу, вернуться домой. Зимой эта проблема гораздо более актуальна, поэтому зимой она начинает сейчас работать у нас. Мы немножко замедлились, потому что мы немножко переформатировали ее работу, и теперь это будет не ночной приют такой, не ночлежка, а будет социальный центр помощи для зимного пребывания. Но это на сумме как-то повлияет? Она станет дороже, дешевле? Пока сложно сказать, мы будем работать с теми деньгами, которые у нас есть. Если денег будет больше, мы сможем сделать больше для них, для этих людей. Частично нам помогает государство, иногда они оплачивают билеты, когда мы покупаем для наших бездомных, выделяют какие-то суммы. Есть у нас, получаем какие-то гранты у разных организаций, может быть. Иногда удается получить какие-то субсидии, но в основном это пожертвования. Вопросы? Итак, уважаемые телезрители, я вам напоминаю, что сегодня православная служба «Милосердие» объявила о новом проекте «Ангаре спасения для бездомных». Ну, также епископ Палентилиман рассказал об итогах работы службы «Милосердие». А на этом я с вами прощаюсь, вам доброго и до свидания.